привет друзья ну что давайте продолжим говорить о вареных яйцах сегодня мы с вами сварим яйца пашот по-английски это звучит получит x и так что нам нужно кипящая вода здесь у меня с вами 1 литр горячей воды добавляем сюда не полную ложку соли для того чтобы наше вареное яйцо пашот имела как бы вкус но соль забирает его глянец поэтому когда вы будете сервировать вы можете помазать например кисточкой силиконовой растительным маслом и так существует два варианта приготовления этого блюда первый вариант это old school как говорится старая школа когда мы просто разбиваем с вами яйцо в горячую воду мы делаем там как бы водоворот и вбиваем яичко и яйцо варится как правило это все выглядит не очень эстетично в ресторане мы делали немножко иначе я вам сегодня покажу мы его ложили в полиэтиленовую пленочку завязывали и варили таким образом мы сразу могли сварить допустим у нас сервис был там 400 человек за всего за вечер и мы сразу допустим для определенной секции могли сварить 50 яиц уже понимаете что сварить 50 яиц варяю его по старому принципу это невозможно и при этом яйца всегда получается разной формы но тем не менее мы с вами попробуем сварить из старой школой просто скажем так кипячей воде очищенное яйцо и по-новому в пленочке вбивайте яйцо в небольшую какую-то мисочку для того чтобы она не растеклось аккуратненько так чтобы не повредить желток замечательно есть одно приготовили так вот я приготовил пленочку не забудьте смазать ее внутри растительным маслом подсолнечное масло или какое у вас будет можно конечно оливковым но оливковое масло даст зеленоватый оттенок на белок поэтому просто используйте обычное подсолнечное масло вбиваем туда яйцо также аккуратно чтобы желточек был целый как можно меньше должно быть воздуха внутри пленки так вот у нас получилось яичко завязываем согласитесь что гораздо проще сварить яйцо в таком состоянии правильно чем мы просто выливать яйцо уже разбитое если у вас допустим за столом сидит 45 человек вы сразу приготовили одним махом сварили 5 и свою в полиэтиленовой пленочки и так доводим до кипения воду первое я сварю это яйцо потому что она будет вариться в среднем шесть с половиной семь минут вы скажете почему так долго дело в том что я смазал маслом мы и яйцо разгерметизировали она у нас теперь больше не находится в своей естественной среде скорлупе потому что скорлупа когда мы варим выступает в качестве духовки поэтому здесь уже есть воздух масло пленка и поэтому это яйцо будет вариться вот так долго но даже несмотря на такое количество времени вы посмотрите результат она будет сочная нежная и мягкая внутри давайте опустим яйцо сразу его не бросайте одну минуту подержите вот так вот пусть она на весу повисит нам нужно чтобы белок схватился и получилась красивая форма именно одну минуту мы держим вот так на весу одновременно вы можете держать 4 5 а то и 6 яиц вот она вот уже подваривается я намеренно варю именно первым это яйцо потому что яичко по старой школе она у нас сварится за всего лишь за две с половиной минуты и я вам покажу разницу обязательно пользуйтесь таймером если не будете пользоваться таймером хорошего результата у вас не получится в любом случае вы проведите эксперимент и посмотрите результат впоследствии вы будете обладать опытом и будете точно знать время которое вам нравится как должно выглядеть яйцо после варки и так прошло 6 минут 32 секундочки я его достаю ведь и она нежная и внутри желток у нас с вами мягенький шоу пока вас подождет теперь следующий этап давайте мы с вами с вами видим яйцо старой школы вот смотрите что нужно сделать мы с вами делаем вот такой вот водоворот вода у нас кипящая но я ее видите снизу температуру так и теперь аккуратненько выливаем опа вот в этот момент сейчас ничего не делайте вот этого движения достаточно для того чтобы яйцо скажем так схватилась она полежит некоторое время и мы с вами будем дальше с ним работать так вот 10 секунд она полежала чуть-чуть продолжайте его подкручивать но без фанатизма значит в среднем две с половиной минуты и она будет у нас с вами готова когда яйцо будет готово доставать его дырявой ложечкой например вот такая дырявая ложка или же вот такая вот если у вас есть ложечка побольше это будет замечательно то что нужно и так она у нас потихонечку варится прошло одна минута 32 секунды кстати яйцо варится в соленой воде когда вы будете кушать это яйцо уже нет необходимости его досаливать просто положите допустим перчик или какие-то зелень зеленый лучок неважно маслица видите немножко отбился белок но это не страшно это не страшно вот она у нас яичко с вами вот видите как выглядит она прихватилась красивая все две с половиной минуты прошло стоп время достаём вот видите она мягенькая сварилась достаточно больше не нужно и так сразу с ложки его не снимайте ложка дырявая она лишняя влага стечет а сейчас я с вами мы с вами сейчас проведем как бы маленький эксперимент и решим какое же яйцо выглядит лучше на нашем бутерброде вот я приготовил два тоста помазал их сливочным маслом можно положить немножко зелени и наверх ложим яичко вареная старым дедовским способом так как варили яйца пошел раньше видите оно стало не такое блестящее вот может на и слегка смазать маслом замечательно выглядит прекрасно ну вот такой вот у нас бутербродик теперь давайте посмотрим вот это яйцо как она будет у нас выглядеть хорошо срезаем видите у него форма совсем уже иначе выглядит возьмем ложку ложку смазали маслом сделаем точно такой же бутерброд яичко ну вот смотрите что у нас правильно получилось в принципе выглядит прекрасно и этот вариант и этот вариант но этот намного красивее вот так вот у нас с вами это будет выглядеть вот так вот красота какая то есть вы можете сделать симметричный надрез это выглядит абсолютно профессионально в этом случае конечно уже все не так радужно но тем не менее вот наше с вами яичко вот так вот вопрос с яйцами пашот у нас решен получили замечательный результат теперь вы можете сами попробовать это сделать и напишите свои комментарии получилось не получилось следующий момент я хочу приготовить для вас какое-нибудь простое блюдо с использованием яиц пашот я сегодня вам приготовлю картошку по итальянски паттато де компания мы ее в ресторане готовили очень нашим клиентам нравилось и так что нам нужно мы с вами сделаем картошечку это панчетто панчетто это сыровяленый бок в одном из видео я вам покажу как это делается сделаем самостоятельно очень очень вкусная вещь запекаем ее в духовке 200 градусов 10 минут затем нам нужно сделать брусчетто брусчетто это вот багета вот такая вот скажем так французская хотя итальянцы делают нечто подобное с чесночным маслом но прежде чем сделать чесночное масло я поставлю жарится картошку картошку режем небольшими кубиками все картошечку порезали сковородка оливковое масло так вот также добавляем кусочек сливочного зубчик чеснока тимьян картошка и так налили оливковое масло 2-3 столовых ложки я положил столовую ложку сливочного масла зубчик чеснока несколько веточек тимьяна значит жарим теперь картошечку практически до готовности солим следующий момент давайте сделаем чесночное масло нужна петрушка меленько рубим сливочное масло 3 столовых ложки не меньше кстати вы можете делать чесночное масло заранее например вот сделайте половину чашечки разложили порционно грамм по 20 по 30 замотали ее в пленку и в морозилку и будете доставать его по мере необходимости потому что это чесночное масло вы можете делать чесночный хлеб garlic bread вы можете использовать чесночное масло для своих стейков к рыбе к баранине то есть это очень универсальная скажем так получится у вас специя итак вот у нас получилось сливочное масло петрушка выдавливаем 2 зубчика чеснока смотрим что у нас с картошкой теперь все это смешиваем посмотрим что у нас там с беконом нам нужно чтобы он был практически хрустящий еще запекаем дальше наше чесночное масло готово рецепты которые я вам даю вы можете импровизировать и добавлять какие-либо ингредиенты вот в настоящий момент я добавил больше петрушки потому что нам так и нравится вы можете добавить больше чеснока больше сливочного масла мажем багет наш чесночный хлеб практически готов мы его сейчас должны будем запечь в духовке бекончик убираем бекончик нам понадобится мы его будем делать вместе с нашей картошечкой теперь мы ложим наш хлеб и запекаем в духовке до того момента как он подрумянится мы сейчас с вами сделаем такой салатик который обычно делают итальянцы как брусчетто вот к своему чесночному хлебу нам нужны томаты томаты уже мытые чистые всегда мойте овощи небольшое количество лучка используйте или шалот или вот красный лук он мягче и богаче по вкусу но если у вас и нету не шалота не красного лука используйте обычный белый это абсолютно не проблема чуть-чуть соли хорошо что мы делаем с томатами итак смотрите я убираю сердцевину нам не нужна лишняя влага это томаты черри вишенки да они очень сладкие и нам этого достаточно в италии делают именно так не забывайте о нашей картошечке теперь ее можно уже открыть так чтобы она у нас с вами подрумянилась если вы могли почувствовать какой аромат картошки просто невероятно запах чеснока оливкового масла сливочное масло и мьян ну просто обалдеть как несмотря на то что я убрал мякоть помидорок они в любом случае очень сочные видите какие они добавляем немножко черный перец выдавливаем зубчик чеснока немного тростникового сахара это бальзамический красный уксус буквально чайная ложечка оливковое масло тоже немножко много не надо и важный ингредиент базилик невероятный аромат запах италии немножко чайс это зеленый лучок вот этот салатик постоит 10 минут напитается травками уксусом маслом и вот на наши готовые брусчета они сверху и ложат подают его на улицах в маленьких ресторанчиках нарезают прошутто отлично почти готово еще вот теперь можно включить гриль так чтобы подрумянился вверх нашего хлеба ставлю еще буквально пять минуток берем нашу панчетту которую поджарили режем ее меленько и сюда итальянцы очень любят жирную еду они постоянно используют прошутто панчетто очень много жирных колбас у них постоянно оливковое масло льется рекой сейчас я добавлю сюда сыр здесь у меня пармазан добавляем не жалеем видите посмотрите о боже какой аромат итак наша брусчета подходим к финишу наша картошка готова вот она у нас подошла уже смотрите как она вся какая красавица панчетто вон сыр ой-ой-ой пармазан для начала мы можем положить салатик салатик вот так положим ну-ка попробуем обязательно попробуйте это что-то невероятный вкус вива италия шесть с половиной минут у нас прошли стоп выключаем начинаем сервировать ложим картошечку вот такая вот порция так вилочкой вот так вот потата де компания итальянское блюдо вот пожалуйста готово могу себе представить как вы сейчас обливаетесь слюной я тоже просто невероятная вкуснятина мои дорогие если вам понравилось видео жду вас в следующий раз на следующей неделе ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до свидания увидимся в следующий раз